Всем привет дорогие друзья, также подписчики канала Зимон. Сегодня у нас новая рубрика называется Смотр карт или что-то в этом роде. Сегодня у нас первая карта на смотр называется она Картел. Картель, что-то в этом роде. И она из КС 1.6. Информации никакой я особо не нашёл в интернете, так что записал вот такой вот чёткий ролик. Ставьте лайки, 50 лайков и новый обзор карт. Повторяюсь ещё раз, карта из 1.6. И карта имеет два плента. A и B. К плентам есть разные выходы и, собственно, кто играл в 1.6 тот поймёт. Ясен пень, что ты не поиграешь на этой карте с какими-то левыми игроками. Просто собирайте лобби и играйте с друзьями, как мы делаем на данных кадрах такие движения. Карта очень удобная, выполнена она под стиль Dust 2, примерно так же город. Только тут есть магазины, в них можно заходить, это очень круто. Но эти магазины чаще всего являются проходами через пленты. Так что никаких обозначений на карте нет. Так что мы вычислили, где находится мид, где находятся проходы через пленты и пленты. В принципе, вот. Раскидок тоже мы не знаем. Собственно, маффинг хороший и очень много прострелов. Прострелов нифига мы их вычислили. К сожалению, мы их не засняли, но их много. И считаем, что это минус. Собственно, карта очень хорошая. Ещё раз повторяю. Вот только что вы на кадрах видели, как лежат какие-то трупы, с которых можно подобрать всякие оружия. Это действительно классно, если у тебя нет денег. Карта совершенно не подходит на АВП. АВП, пистолет, раунды, возможно, калаши, эмочки, но не АВП. Это точно. Сейчас мы будем подводить плюсы и минусы и давать оценку карте 10. Ну, короче, 10 баллов максимум. Поехали. Начнём с минусов. Первый минус это то, что её нет в соревновательном режиме, в ММ. Да, я понимаю, что это карта из мастерской, но её там нет. И это минус практически ко всем картам, которые мы будем смотреть, мы будем относить этот минус. Но всё-таки будут карты, где она будет в ММ. Второй минус это то, что даже в обычных режимах нету этой карты. Опять же, то же самое. То есть, в общем-то, мы подходим к третьему минусу. То, что вы не можете поиграть с рандомными игроками по ПВПшке и проверить скилл на этой карте. Можно это всё занести в один минус, но мы это более раз тянем. Четвёртый минус. К сожалению, тут совсем невозможно играть на АВП. Расскажу почему. Карта очень-очень сужена. АВП позиции практически нет. Может, одна на плент. И то она совершенно какая-то странная. Следующий минус. Не знаю, для кого как, но я считаю, что ненормально, когда спава контртеррористов, то есть спецназ, находятся прямо на пленту. Я понимаю, что они всё равно быстрее добегут до плентов, но как-то это не так. И перейдём к плюсам. Первый плюс мне понравился, что карта сделана очень качественно. Всё прорисовано детально. И там настолько оживлённо, там настолько хорошо показан район города, что там можно снимать даже фильм в CSGO, до чего мы, возможно, дойдём. Можно отнести к минусам то, что Аплент, он маленький и там особо не по ПВПшишься. Но, я считаю, что это не минус лично для меня, так что, собственно, к минусам не будем добавлять. И я считаю, что пленты очень хорошо поставлены. Не считая того, что спецназу практически не надо идти на плент А. Он вообще рядом. Б, в принципе, тоже. Конечно же, плюс это то, что по карте раскиданы какие-то трупы, около которых можно найти диффузы, гранаты и эмочки. Это не люди раскидывают, которые со мной играют, это просто, это, я так понимаю, маппинг тоже, это можно отнести к первому плюсу. Очень хорошо для дезматча 1 на 1. Плент А-то 2, но карта достаточно... Можно забить на пленты и играть без плентов, потому что она получается круговая и как бы не как даст. Она получается маленькая, круговая и, в принципе, можно играть 1 на 1. Очень подойдёт вам. Ну и, в принципе, хочу сказать, что эта карта получает 7 из 10 баллов оценки по шкале Зимона. Всем ставьте лайк и карты охеренные вещи. Всем удачи и всем пока.